Короче, ребятушки, вот, запустился сегодня, решил прогреть двигатель. Так, пацаны, ну вы же, короче, все в курсе, что у меня есть права на C, C1, короче, на фуру. В общем, вы там писали в комментариях, просили меня, чтобы я попробовал, собственно, поработать дальнобоем, как, сколько там можно заработать, вот сегодня выезжаю, видите. Но не буду изменять, не знаю, там что-то видно вообще действие, не видно. Не буду изменять, собственно, приложением, все равно буду болт катать. Желательно, гоу. Доброе утро, ребятки, всех приветствую на канальчике Taxi Cool FBR на связи. Как видите, сегодня у нас пятница, выехал я поработать, решил сегодня пораньше. Ну, в общем, в 8 часов 20 минут, кажется, если я не ошибаюсь, я уже был в тачке. Что ты, как всегда? Привет, иди, иди, мой ты хороший. Передай привет всем ребяткам, Девс. А ну, дай лапу, лапой помаши. Пацанам лапой помаши. Не, не хочешь. Ну, вот пробег, ребятки. Вот, собственно, время, выезжаю. Пятница. Протирал, ребятки, немного фары спереди. Сейчас покажу сзади. Вот и сзади тоже. Короче, ребятушки, вот, запустился сегодня, решил прогреть двигатель. Поеду сегодня работать на такой машине. Заработки, благо, позволяют. Так что, как-то так. Так, пацаны, ну, вы же, короче, все в курсе, что у меня есть права на C, C1, короче, на фуру. В общем, вы там писали в комментариях, просили меня, чтобы я попробовал, собственно, поработать дальнобоем. Как, сколько там можно заработать. Вот сегодня выезжаю, видите. Но не буду изменять. Не знаю, там что-то видно вообще, где я сижу, не видно. Не буду изменять, собственно, приложением. Все равно буду болт катать. Желательно гоу. Вот, короче, кенты тоже мои сейчас будут выдвигаться на работу. Не я один такой, как бы. Колоночку с собой взял, свеновскую. Тут приобрел по дешевке. Сюда вот стаканчик для семечек, чтобы не засыпать. Пацаны, надо проверить подшипнички, как там, да? Побить по колесу. Вы же все в курсе, что надо побить по колесу, чтобы проверить, как подшипники нормально. Колеса прикручены, старый метод такой, годный. Все, можно в путь дорожку. Так, пацанчики, вез только что одногруппника. Вон бабосики там лежат. За дорогу заплатил, кофе угостил. Пивка бутылочку подогнал. Короче, утро началось просто шикарно. В общем, ребята, утро началось просто бомбически. Потрещали, погудели. Поугарали, как говорится. Еще и кофе меня угостил. Я же говорю, пивка подогнал. За дорогу заплатил. Встретились давно, как бы, не виделись тоже. Так общаемся иногда по телефону. Так что, тебе спасибо огромное, если будешь смотреть. За такое позитивное утро. Ну, а я погнал на заказик, потому что Девочка там заказала такси, но висела, пока мы там 2 минуты трендели. Так что, как-то так. Давайте, ребятки, до включения. Надеюсь, вам понравился видосик. Такой, скажем, утренний театр с этой фурой. Давайте, до включения. Только, чтобы Макдональдс сюда припудрить носик. Но на улице, я вам скажу, реально холодео замерзло сегодня. Ночью вообще, ряд, минус 15 было. Воночка, он поехал, обклеенная. Приезжаю к заводу свет шахтера. Даже машина, он успел остыть. Ехал на бензине. Я в шоке. Заказов настолько мало в болте. В Баварии, пробираясь по этим чагирям, конечно, тут одни из самых худших дорог на Баварии и на основе. Тут должна быть мамочка с какой-то застежкой вместо детского кресла. Сейчас посмотрим. А вы с детьми? Да. А у меня нет детского кресла. Ни одного, ни второго. Красивее. А что, вы здесь так повезете? 860 гривен штраф сейчас. Они все ниже, метр сорок пять. Уровень машины. Сейчас они легко проверяют. Ну, вы сами понимаете, я заработаю 30 гривен, попаду на 860. Ну, как бы, смысл какой-нибудь. А как у вас там указать, уж никак нельзя, что ли? А в Балте нету такой услуги. Только вон такси есть детское. И 30-40, да. Там плюс 20 гривен и приезжать с детским креслом, с любым, какое там надо. Ага, я понял. Это отменять, да, у вас? Да, да. Сейчас, хорошо. Басит. А подскажите, как там написать в описании, что отменено? Вон такси? Нет, у вас тут. А я же не знаю, у меня же другое совершенно приложение. Не такое, как у вас. А, нет, просто какой комментарий оставит, что почему отменено такси? Тут просто такие эти пункты выбраны, что долгое время водитель не начал движение, не соответствует описанию. Даже не знаю. Ну и напиши, что нет детского кресла. Пиши. Ребятки, и тут только отменила на тот прошлый заказик, и тут снова заказик, приезжаю и опять. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вперед. Вперед. Ага. Двигаемся. Опа, есть. Как мы будем ехать, молодой человек? Как мы будем ехать, там какое-то рядом метро будет проезжаться? Сейчас посмотрим, я хоть гляну, куда мы едем. А, попули, на научную прям. Ага. Сейчас посмотрю. Или через исторический, или как. Ну да. Доктора высидите, пожалуйста. Да, маме на прием. Давай снимем шапку, тепло, так хорошо. Ну что, вы взяли с собой эту штучку? Да, да, да. Даже прицепили? Да, да. А сейчас будете прятать. Третья сознательная мамочка за, наверное, тысяч 8 человек. Ну, она доцент кафедр будет. Ну, она прям в этом не суть, что я... Ну, если с вас примеры не будем брать. Если... Ну, как бы ребенок, это одно из самых главных, я считаю. Конечно. И безопасность тут, превыше всего, тут как бы, не крути. Вот я, доста, видите какой. Несу лекарства детям, я участвую в региаторах. Ага. Вместо того, чтобы вне несли, я несу, понимаете? Потому что я совдеповский, работаю в бюджетной поликлинике уже 32 года. Это еще старая школа, закалка, да? И вот то, что нам дают эти медпредставители. Я звоню, они пришли вчера. Муж пьяница, умер. Бабушка живет, она, мама, ребенок, двое детей и еще дядя пьяница. Лекарства, у ребенка обструкция, у ребенка там нехорошие вручники. И гастродиоденит и все. Ну, питание, все, это же все имеет значение. Так я дома, и Линекс, то, что мне дали. И вот этот алфавит, витамины. Все положила в сумку, она вчера... Вот здесь, да, где-то не дашь? Да, 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 на мне вот головая дверь. Сейчас, секундочку, извините, что я вас задерживаю. Да ничего, сейчас пойду. Он есть, и сюда надо поделать. 101, а там можно 100 просто, чтобы... Да, сейчас, вон он, 120, спасибо большое. Ничего себе! Да. Спасибо вам огромное. Так, сейчас, подождите, секунду, секунду, секунду. Я надеюсь, там машина... Давай шапку одевать. Подождут машины, мы что-то, это... Ребенка высаживаем, не просто... Сейчас я обуну ее, она босяком же сидит. Спасибо вам большое. Еще и босяком, вот так вот. Чтобы не пачкало сидение, да? Ну да, да. Я в шоке. Это вы просто... Вы теперь в моем этом стоите номер один мамочкой просто. У нас у таксистов всегда, вот это, честно говоря, проблема. Потому что многие вообще не понимают, как бы, а зачем ребенка там пристегивать? А зачем его в детское кресло? Неужели ни у кого машины нет? Я просто это знаю, потому что у мужа машина. Я понимаю, что есть в машине нельзя, потом убирать. Ногами доставать до сидения нельзя, потом пылесосить. Это все нормальные вещи, я считаю, что это правильно, надо уважительно относиться. Спасибо вам большое. И вам огромное спасибо за позитив, хорошего денечка. Так, все, все, становись вот тут. И я закрутил. Добрый день. Так, ребятушки, только что довез снежка. И вот решил я, собственно, пообедать. Вот мой чаек. Ну, чаек, то ладно. Надо сразу, наверное, пилка усадить, да? Бутылочку. Кто помнит, с утра мне подогнал мой дружбан-одногруппник. Так. Ну, это на вечер. Так, ребятки, шуточка. Шутечка. Хотя, может быть, вполне вечером и лупану. Подарочную бутылочку пива. А сейчас у меня, собственно, ЗОЖ. Полным ходом. Вот. Курочка вареная. Видите, не знаю, как там фокусируется, не фокусируется. Сейчас фокусируем. Во! Все четенько. И... Овощи. Все как положено, ребятки. Давайте. Всем приятного аппетита. Напишите, кстати, в комментах, что вы хаваетесь. Пьете ли вы пиво в обед в такси и так далее, и тому подобное. Давайте до включения, ребятки. Ребятки, подхавал. Стою, жду заказика. А заказика так до сих пор и нету. Сколько времени я ел и так далее, и тому подобное. Хотя стою, блин, в центре центровых, собственно говоря. Я уже не знаю, что делать. Попробую сейчас поближе туда переехать. Но, как по мне, это не несет никакой смысловой нагрузки. И смысла в этом никакого нет. Но, все-таки попробую. Коэффициентов нету нигде. Я не могу понять коэффициенты. Только на самом-то таки. Пятница, ребят. Что творится с болтом? Может, опять загнали парк какой-то с 50 машин. С Киева к нам. Чтобы нам не скучно тут жилось. Отлично. В центре елочка. И... Кокотельные пакетики для собачек. Ну, чтобы под елочку, если что, не сходили. Пацанчики стою. Возле Макдональдса. Недалеко здесь. Вот магазинчик. Вот смотрите, вот этот счетчик. Интересно, кому его поставили. Как снять фотографию. Ничего страшного. На меня не пойдут? А? На меня не пойдут по размерчику. Не, не пойдут. Слушайте, смотрите. Там по карте у меня оплата. Это находится спортивный клуб Феромон. На территории детского сада. Ну, вы по... Феромон слышал, да. Там проедете. Только смотрите. Вот вы заезжаете сами на вот эту территорию. Самого детского сада. Это обычный детский сад. У вас будет с правой стороны, получается, въезд к самому зданию. Ну, вам это не надо. Вы проезжаете вдоль парковки прямо. Ага. Там будут строительные плиты. Ага. И вот чуть дальше вы как бы заезжаете направо на пятачок. Ну, то есть там будет какой-то другой корпус садика. Ага. Там будет еще сбоку лестница. Вот. Вы меня наберите, пожалуйста. И девочка придет, заберет пакет. Окей. Надеюсь, что я все запомнила. Если что, на связи. Хорошо. Да, пожалуйста. Все, я делал с пакетом. Пакет черный. Незнакомый мне. Я вижу его первый раз, этот пакет. Не знаю, что там лежит. Погнали, ребятки. Я думаю, вам, конечно, интересно, что там в этом пакете. Что ж там в этом пакете. Давайте посмотрим. У меня есть жвачка. Жвачка, жвачка. Распермашим. Говорят, что там женские вещи. Наверное, все-таки белызна какая-то там женская. Сейчас мы посмотрим. Спросил на меня, говорят, не пойдут. Вот, видите. Какие-то шмочки. Жвачкой поковыряю. На всяк случай. Так я не знаю, что оно там такое. Кто его положил. Интересно, от поделива ремня вызвали или почем? Очень интересная тема. Пешеходный пешеход. Все, давайте, ребятки, до встречи. Собственно, до включения. Когда буду отдавать. Taxi Cool Transportation работает. Понимаете? Просто. Фирма. Фирма на ура. Алло. День добрый. Я вот заехал, получается, в этот детский садик. Вот феромон вижу здесь написано. Проехал шлагбаум. И тут справа парковочка. Я повернул сюда в сторону парковки. Не правильно я поехал куда-то? Ну, вы проезжаете парковку прямо. А, прямо надо, не заезжать на минуту. Сейчас, секунду, я вернусь. Тогда сразу, чтобы... Вы проезжаетесь, и вы как бы вдоль вот этого здания вы проезжаете дальше. Да, сейчас, секундочку, чтобы я уже вам не перезвонил. Бородюров еще понаставить. Понаставили. Ой, господи. Штурмуют тут бордюры. Никаких опознавательных знаков. Бордюры наставили, и все. Так, проезжаю вдоль здания. Вы проезжаете, да, там должны быть все бетонные клетки. Да, проехал. Вот, и вы как бы... Вот с правой стороны будет такой пяточок. Там будет лестница. Есть, лестница, да, машина стоит. Вот вы здесь, это паркотич просто из этого здания, ну, выйдет человек. Ага, все, понял. Тут какая-то беседочка металлическая какое-то, что-то, сооружение. Да, 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 ну, вот здесь дальше не ездите. Вот там. Все, прямо в этот карманчик. Так, в этот карманчик прямо. В этот карманчик, да, спасибо. Спасибо большое, Шат. Все, жду, окей. Ой, как, ребятки, как я там штурмовал эти... Скажите, я скажу. Бордюры. Заценили? Ну, вот пакетик. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Хорошего дня. До свидания. Александр Транспортейшн. Доставочка работает просто на все 5 баллов. Поставьте лайкосик за доставочку. Напишите коммент. Все снимается на видео. Пакет никуда не выходил с машины, не заходил. Вот и да. Обращайтесь. Если нужно, Александр Транспортейшн. Токсикул работает всегда. В любую погоду. Он штурмовал эти бордюры. Хорошо хоть клиренс позволяет. Мужик в шоке. В охране он, видите, справа будет Кахан. Ну, а что ты делаешь? Елочку хоть бы какую-то посадили, чтобы опознавательные знаки были. Давайте, ребятки, до включения. Доставочка стоила 114 гривен. По безнальщику. Сейчас еду на следующий заказик, ребятки. Сразу взял. Интересно, такой микроавтобус взяли бы в Uber Shuttle, ребятки. Посмотрите, он немножко его телепает, подразваливается. То есть, диагонали уже потерялись. Там сгнило все, отвалилось. И вот бочина примерно, видите, там порогов уже нет. Конкретный. Я считаю, хороший. Главное, чтобы там были детские кресла, солома, видите, внутри. Главное, чтобы там были детские кресла и паски безопасности. Вот, кстати, выкрутила заднюю ось. Посмотрите, как криво стоит заднее колесо. Все четенько. Смотрите, как стартует. Просто вшух. Трафик. Короче, ребятки, жалуюсь вам. Пополнил я Киевстар себе. 100 гривен получается у меня на Киевстаре обонплата. Безлим интернет. Все шикарно. Все куча там безлимом. Но. Есть небольшое но. Надо под часунчик. О, так я вообще красовыла. И получается. В чем же шно? У меня работает только 3G. У меня не работает 4G. И 3G у меня работает, чтобы вы понимали, пол мегабита, да, то есть 0,42, 0,5 до 3 максимум. Все. На МТСе у меня просто пушка-ракета все работала. У меня загружались видео быстренько. У меня все загружалось. Все отличненько. Тут вообще еле тянет интернет. Я не могу понять, с чем это связано. Симка новая стоит. Все как бы четко. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему такая может быть тема и что мне делать, как мне поступать. Ну, 220 гривен за водофон каждый раз платить, ну, это как бы дороговасто немного. Тут хотя бы соточка. Так, ребятушки, решил себя порадовать. Вот, купил такую попит-то или что оно, как оно называется. В АТБ за пятерик. Заходил, взял себе салфеток влажных, потому что закончились уже большую пачку. И взял, собственно, вот это попит-то. Сейчас буду, еду вот по Шевченко в пробке, везу доставку. Надо будет подхавать, что оно такое за попит-то, посмотрите. Вот так выглядит, видите, как скитлс, да, раньше были. Или ММДемс тоже чем-то напоминает. Карамель, видите, там внутри. Ну, короче, тема зачетная. Рекомендую. Шоколад. За пять гривен сейчас по акции там огонечек. Конечно, не суперполезная еда, но реально что-то хочется перекусить, бывает. Сладкого, что-то в последнее время, честно говоря, потянуло мне на сладенькое. Не знаю, с чем это связано. Ну, как-то так. Всем приятного аппетитика, хорошего рабочего дня и настроения. Кто помнит видосик, и я что-то не пойму, он таксист вот этот получается, чувак, про которого рассказывали. А ну-ка, напишите в комментариях. Оцинкованные ворота. Там, когда мужичка бухово вез. Ребятушки, а как вам новость, что Ниссан Лив, Ливчики, да, электрички в простонародье, 2010-го по какой-то год переводят в стандарт вон такси. Как вам такая тема? То есть, Лачики теперь, Лачети будут в стандарте вместе с Ливчиками. Нормальная эта тема или нет? Напишите в комментариях свое мнение. Мне очень интересно. Кстати, у нас какие открыли магазины розетка, в которые можно зайти и просто все купить, то, что есть в розетке. Основную массу, по крайней мере, такой, как супермаркет. Ребятки, якобы сделано для того, чтобы вы не заказывали, не тратили время и деньги на доставку, а просто пришли и забрали. Как по мне, так очень даже удобненько. Ребятки, напишите в комментариях, там, где вы живете, есть такие магазинчики розетка. И покупали ли вы что-нибудь там, и как вообще, прикольно в них покупать, либо же проще заказать, как обычно, да и все. Я хотел поближе к вам же. Хотел поближе к вам развернуться. Это розеточка, да, магазинчик? Я вот это сколько раз видел, блин, надо как-нибудь зайти, вот реально интересно, что ж там. Можно онлайн же сказать. Да? И прийти и забрать, как там, грубо говоря, в Ашан, как караван, да, в супермаркете и все. Ну, удобно на самом деле, бомба просто. И не надо же за доставку, да, получается, платить. Ну, если это все были товары от розетки, то не надо. Прикольно. А там еще нет розетки, да? Да, есть нет розетки. Красивый мальчик, поворачивал только что с правой стороны налево, встал меня, повернул. Ну, не в том дело. Вот как раз вот такие Ниссанчики, как я понимаю, будут в стандарте. Обклейка, не обклейка. На уровне. Сами напишите, с какими машинами. Ну, для меня, как показатель, вот, Лачетти, пожалуйста, будет одинаково, что Ниссан, этот лифт, что Лачетти. Надо пацанам так снять, хай посмотрят. Ну, ребятки, видите, скорая. Как-то тут оказалось немножко. Здрасте. Ребятки, видео подснял вам там ДТП со скорой, непонятно. То ли там кто-то еще со скорой вылетел, потому что, если вы заметите, на боковом стекле его просто нет. И там тряпка какая-то висит, то есть как-то непонятно. Может, кто что знает, кто что слышал, пишите. Ну, блин, там серьезно очень. Манипулятор приехал. Похоже, скорую эту вытягивать оттуда. Езжу там, ребятки, деволки срать боятся. Вот я, вот тачечка, не знаю, видно, нет. И частный сектор. Вышел поссать. Тут бабаичи, холодная гора. В общем, чагаря, как я их это все называю. Вот коты бегают, собаки. И мы биотуалет ищем себе, но это просто угар. Короче, мы отправляем домой девочек, понял? И сразу говорим им, что едем тоже домой. Выходим на улицу, понял? Туда-сюда. А потом, короче, мы их отправили домой. И видим, что они, понял, едут туда и смотрят на нас. И возвращаются, так понял, чтобы посмотреть. Мы уехали или нет? Они прохавали, понял? И это... Короче, потом мы набираем влаги, понял? Она открывает нам дверь, мы строим, залетаем. Я уже начинаю ее обнимать в подъезде, ты понял? Мы, короче, залетаем к ней домой. Она говорит, мальчики, ждите, понял? Белье? Понял? Да-да-да-да. Заходим в туалет переодеваться. Маджерик говорит, иди с ней. Я захожу к ней. Начинаю ее сзади, понял? А пацаны начинают снимать. Как это я все делаю? А как она видео, подожди? А? Как видео увидел? Не понял. Как она видео увидела? Маджерик скинул случайно. По приколу? Да, случайно. Он, короче, мы с ним, короче, ссорились, ты понял? Ну, приколу, ссорились. И он скидывает ей видео, отключает интернет, понял? Потом как-то у него, блядь, получилось так, что... Видео, понял, отправилось. Она этого посмотрела. И все, пизда, мы с ней сразу расстались. Но не суть. И, короче, я в туалете понял, то все. А видео осталось? Да, вроде где-то есть. Я потом тебе покажу. Я у Маджарика его возьму. А где рассказывали? Где рассказывали, это же история же. И этот. И, короче, потом она делала белье. И, ну, короче, ну, я все виноват, нормально. И, это, пацаны... Мы выходим, два нас с ней. И, пацаны говорят, ну, мы, типа, в талии, блядь, блядь, блядь. Я же падаю на кровать и так вожусь в стопу. А, меня... И начинают, понял. А я думал, ну, 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 ну. И, потихоньку начинают целовать, понял. Уни, ну, 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 ну. И, они злаются, понял. А потом... Короче, а потом она мне говорит. А я, какой такой же мне рад. Я такой... Я, когда я там слышал... Клянусь тебе, я чуть не умер. Отмечаюсь. от радости и короче я это все делаю и понял потом иду в душ сразу а потом долетают пацаны короче когда они ее трыхали когда они ее трыхали я Саню ее перенесил а тоже снимали ли я? да а он мантерик всех снимал потом как статика на подоконнике они вдвоем разрывали вообще тварь да? она? ты ее видел? да она нормально офигенно именно виду я знаю Влада Яковлева она такая сейчас инстальвицца она королева братан а мы с ней еще бабок поимели да в натуре пятерку время так ребятушки всем добрый вечерочек вот и поработал я заработал свою полторушечку сейчас уже 8 часов 22 минуты поставил в сторону дома еду в сторону дома не знаю будет заказ по пути не будет что хотел бы сказать вот только что я вез человека вез айтишника реально классный пацан мы с ним полялякали я его не снимал что я вам хочу сказать я понял что я кайфую просто реально кайфую от своей работы мне очень она нравится сколько вот я раньше вам говорил что я кайфую и по сей день собственно мне она нравится хоть даже работаю я в экономии там не на бизнесе и так далее и тому подобное но все равно интересно даже когда я еду в чагиря какие-то как вы их называете другие называют да? то есть там села там области и так далее и тому подобное я даже тогда кайфую потому что мне интересно посмотреть как там живут люди какие там блин поля речки и все остальное дома стоят ну все интересно и интересные люди с которыми я езжу да то есть это непосредственно каждый человек это индивидуальность это мировоззрение разное и так далее и тому подобное даже вот мамочки по сегодняшнему видео надеюсь что оно все сохранилось тоже увидите что они разные как говорится я же матери и мамочки и так далее и тому подобное в общем ребят желаю вам тоже кайфовать от своей работы вы должны получить удовольствие от работы а деньги это уже как бонус понимаете и тогда вам будет все это нравится сейчас секунду перестроюсь тогда вам будет приносить удовольствие сама жизнь и все остальное понимаете и вам не будет важно сколько вы заработали за сегодня там на 200 гривен меньше за 300 я понимаю что все мы как бы живем в этом временном мире и так далее и тому подобное но все равно очень приятно когда ты кайфуешь от работы и как бонусом зарабатываешь получаешь эти деньги понимаете я вообще не считаю что я особо здесь зарабатываю в такси да ведь если так разобраться это по сути блин как бонус программа это эти деньги которые я получаю это ну премия какая-то это нельзя назвать зарплатой и так далее и тому подобное напишите кстати свое мнение в комментариях ну в общем на этой позитивной ноте я желаю вам кайфовать реально от своей работы почему вот я еще раз перебьюсь извините почему еще раз я вам скажу я кайфую от своей работы да потому что я езжу 12 часов в день и более 12 часов 14 и все равно мне хочется иной раз навалить тапочку в пол где-то прокатиться понимаете поехать на тот же там где учатся эти автошкольники так скажем между шашечек по ездить и так далее и тому подобное мне нравится работа за рулем мне нравится общение с людьми в общем ребятки возвращаемся на этой позитивной нотке я желаю вам кайфовать от вашей работы добра бы была вам и позитивчика чтоб все у вас было в жизни просто шикардосненько всех обнял пока пока до новых встреч короче ребятки вот пробег в конце 300 как говорится у тракториста 8 часов 20 минут поработал я а и Продолжение следует...